Спасибо вам, аудитории! И наш следующий доклад об атаке драун. Как сказал докладчик, это будет действительно интересный доклад. Докладчик уже давно, Себастьян, интересуется безопасностью. У него есть кандидатская по безопасности. Возможно, вы помните его доклад на 31-й и 29-й конгрессе. Сегодня он будет рассказывать о том, как атаковать сервер, поддерживающий SSL версии 2. Пожалуйста, поаплодируйте, поприветствуйте Себастьяну. Спасибо большое за презентацию у меня. И я рад, что никто еще не уходит, потому что я вам буду предоставлять уязвимости в SSL версии 2, которая достаточно старая. Да. Доклад будет именно о том, как ломать TLS. И практически все здесь, в этой комнате, используют здесь TLS. Возможно, прямо сейчас, когда ваш мобильный телефон соединяется к Facebook, Google, или когда вы проверяете свою электронную почту и тому подобное. TLS, он очень важен. Его авторами были 15 человек. Безусловно, все они не смогли сюда прийти. И я бы не видела одной картинки со всеми из них. Первый скрипт был сделан в 1995-м, и он был сломан в 1995-м году. Вот на этой картинке, условно, показывает интернет 90-х годов. Вы видите RC4, MD5. Большинство из этих протоколов уже давно сломаны. И вот самая интересная вещь, которую вы видите, как экспорт 40-бит, это примитив шифра, который был создан исключительно из-за политики, из-за того, что существовали регулирования по экспорту, того, какой сильно может быть шифрование для экспорта. В 1995-м году этот протокол практически тут же умер, потому что авторы Netscape опубликовали сам протокол. В сертификате можно было встроить себя как middleman, и это была проблема протокола. Именно поэтому один год позже, в 1996-м году, они не... И поэтому сейчас вы можете сказать, SSL версия 2 была опубликована в 1995-м году и была сломана же в 1995-м году. Никто, никто никогда уже не собирается этот использовать. Сейчас у меня здесь к вам определенные цифры. Вот это скен, который был проведен по всему интернету в версии 4, APV4, в 2016-м году. И то, что вы видите, это не число хостов, но это процентное соотношение тех хостов, которые поддерживают SSL версии 2. И здесь вы видите, например, что 28% всех серверов, которые слушают на 25-м порту, это SMTP, используют SSL версии 2. Что, в общем-то, странно. Я вернусь еще к этому позже, к причине этого. Давайте посмотрим на порт 4.4.3. Даже там, то есть мы видим, что 17% всех серверов напрямую поддерживают SSL версии 2. Что, в общем-то, странно. Это как будто, представьте, как будто вот эти динозавры, как бы того образом снова появляются, чтобы охотиться за нами, нас, пользователей интернета. Хорошо. Чтобы предоставить вам короткое описание, о чем же драун. Драун – это достаточно сложно эксплуатируемое, но здесь я вам дам короткое описание того, что нужно сделать атакующим для того, чтобы успешно провернуть этот эксплойт. Во-первых, нам необходимо установить тысячу TLS-соединений, то есть не одно, а тысячу. То есть, чтобы взломать всего лишь одно соединение, взломать, вам необходимо установить тысячу TLS-соединений к вам. Это может быть соединения, которые были записаны задолго до того, когда был придуман драун. То есть, это не активная атака, это может быть и пассивная атака. То есть, если у вас есть дампы вайдшарка, то вы можете применить эту атаку к этим же дампам. То есть, вы можете сломать те соединения, которые у вас были записаны 5-10 лет назад. Это для проведения атака, она достаточно дорогая, то есть, вам нужно провести где-то 2,5 степени шифровок. И к северу, который поддерживает SSL версии 2, вам не нужно установить примерно 40 тысяч соединений. Это при условии, что ключ 2048 бит. Еще очень важно то, что браузеры уже давно не поддерживают SSL версии 2. То есть, последний браузер, который поддерживает SSL версии 2, это было в версии Microsoft Windows XP. Но даже тогда, если сервер поддерживает SSL версии 3, то SSL версии 3 и поддерживался. То есть, опять же, все, о чем мы будем говорить, это только в случае, когда SSL версии 2 именно поддерживается вашим сервером. Мы не взламывали, мы не эксплуатировали и не старались сделать атаку более легкой и продуктивной. 440 долларов. То есть, мы поставили себе цель как бы сломать TLS соединения примерно за 440 долларов. Мне не нужно сломать много соединений TLS, мне нужно сломать всего лишь одно соединение TLS, который ваш клиент ПОП, то есть, почтовый клиент устанавливает каждую минуту. И если я получу пароль, который используется в этом соединении, то, в принципе, мне уже не нужно будет сломать другие. По сути, сломать TLS, соединения, в котором передается пароль, этого достаточно. А здесь, на этом слайде, вот мы сейчас рассмотрим те кусочки пазла, которые нам необходимы для атаки. Первое, о чем я буду говорить, это мы будем применять те же методы, которые применялись в атаке 98-го года Бляйхенбаха. Если мы скомбинируем три части, то у нас есть практическая атака против SSL2. версия 3. У нас есть, скорее, серверы, которые поддерживают в общем это. Мы не нашли ни одного клиента, который не поддерживал SSL версии 2. Когда вы используете, когда вы устанавливаете сервер, который поддерживает SSL версии 2, SSL версии 3 и 3.1, он всегда будет использовать ту же самую пару ключей RSA. Когда мы принимаем это внимание, то драун становится очень практичной, очень простой атакой, которую можно применять ко многим серверам. Это по-прежнему остается дорогой атакой, но мы можем себе это позволить. Все из нас могут себе это позволить. у нас есть две ошибки имплементации, которые нам позволяют по сути атаковать любую имплементацию протокола SSL версии 2, которая существует в мире. То есть, если мы комбинируем все эти факты, эти ошибки в реализации, ошибки в своем протоколе, то мы придем к тому, что, по сути, мы можем сломать большинство вот этих соединений TLS на любом из ноутбуков, которые у вас есть, всего лишь за 1-2 минуты. Прежде чем я продолжу, мне хотелось бы коротко повторить, каким образом происходит обмен на установление соединений TLS. То есть, клиент с сервером они сначала должны договориться, о каком включении будут использовать. Асимметрическое шифрование в России очень дорогое. Именно поэтому для шифрования соединения используется обычный симметричный ключ. Но этот симметричный ключ, он передается с использования асимметричной криптографии. На что мы сейчас посмотрим, это как раз таки на ту часть, когда мы решаем, и передаем этот ключ, решаем о том, какой ключ использовать. Все начинается с того, что клиент с клиент hello, то есть клиент говорит привет. Клиент отправляет какое-то случайное число, которое будет совершенно разное для разных соединений, и оно отправляется открытым текстом. Тело сервера тоже отправляет назад сервер привет, то есть сервер hello. Оно также является случайным числом, и оно также будет меняться при каждом новом соединении, и оно также отправляется открытым текстом. Также сервер отправляет с этим сертификат, который ему выдал комода или другой удостоверяющий центр. В ответ на это TLS клиент отправляет то, что называется Primaster Secret, то есть секрет Primaster в открытом но оно уже не будет отправляться в открытом виде, но оно будет зашифровано как раз таки используя публичный ключ сервера, который сервер вам передал в предыдущем шаге. А теперь очень важно, из этого секрета Primaster и сервера и клиент TLS они могут выработать один и тот же ключ. То есть атакующий может знать случайное число клиента и случайное число сервера, если же ему удаться. Это то, что мы хотим сломать и Бляйхенбахер так она делает именно то, шифровка, она может проломаться. Если чтобы провести атаку Бляйхенбахера, нам нужен оракул. Это криптографический термин, который не означает ничего другого, как сервис, который предоставляется не отвечает именно единицей или нуля, зависит от того, зависит от того, была ли дешифровка удачна, либо неудачна. И после этого он говорит, да, это правда, либо же да, это неправда, то есть что или false. То есть если клиент здесь и сервер у нас здесь атакующий, который прослушивает это соединение, и затем он меняет какие-то параметры этого соединения и отправляет его оракулу, оракул дешифрует ее, обрабатывает и просто говорит, да, дешифровка была удачна, либо неудачна. Это вся информация, которую мы получаем от оракулу. Каждый раз, когда оракул отвечает единице, атакующий узнает маленький кусочек ключа RSA. И если атакующий это делаем, скажем, всего лишь пару тысяч раз, то он вообще может получить весь дешифрованный текст. То есть мы не получаем сам ключ RSA, но мы можем полностью дешифровать весь шифрованный текст. в бумаге, именно в опубликованном труде плехмахера, опубликованном в 1998 году, у них была в то время существовала ошибка, которая конкретно говорила о типе ошибки, и что было очень плохо. И на самом деле это полностью никогда не было исправлено. Они просто сказали, что немножко измените, чтобы оно все работало. То есть мы сделаем так, как будто нам кажется, как будто мы дешифровали PMS и продолжим со случайным PMS. безусловно, это в последующем приведет к определенной ошибке, потому что клиенты сервера продолжают использовать разные ключи, и по сути не понимают друг друга. То есть все выглядит примерно вот так. Сервер дешифрует PreMaster Secret PMS, затем он сгенерирует случайное PMS, а также затем уже решает, удалось либо не удалось дешифровать. Если удалось, он продолжит с дешифрованным PMS, если нет, то он продолжит со случайно генерированным числом, которое он только что сгенерировал. Все это делает все имплементации такими, что по сути невозможно понять, удалось дешифровать или не удалось. Теперь нам удалось все вот эти факторы, которые были использованы начальник в оригинальной атаке Блахенбахера, чтобы создать другую типу атаки Блахенбахера. Посмотрите, здесь также клиент, у нас есть также сервер Hello. У нас происходит обмен ключами, когда мы отправляем, клиент отправляет симметричный ключ, а затем оба генерируют симметричные ключи, и что здесь интересно. Первый, кто отвечает здесь зашифрованным сообщением является сервер. И из этого происходит одно очень важное следствие в том, что клиент получает одно зашифрованное сообщение этим мастер-ключом, который уже знает и сервер, и клиент. Клиент получает это сообщение, не имея подтверждения того, что оно было сделано тем же ключом. Это сообщение будет только отправлено только после того, когда клиент отправил сообщение зашифрованным тем же симметричным ключом. То есть на данный момент мы еще не знаем ключа. Вопрос, и пожалуйста, примите это, что это действительно важный вопрос. На следующих двух-трех слайдах я это объясню, почему он такой важный. Каким образом можем узнать этот ключ? Можем ли его узнать? Тот ключ, который был использован для шифрования сообщений. Когда мы посмотрим на спецификацию SSL-версии 2, мы узнаем, что существуют такие, так называемые экспортные шифры, которые всего лишь имеют 40 битов. Они выглядят таким образом. Здесь мы имеем симметричный ключ, алгоритм для симметричного ключа из того же RC4. Он использует CBC как тип шифрования. Он использует экспорт 40 с MD5 как алгоритм шишкаширования. Это означает, что у нас есть 128-битовый ключ, но только 40 битов из него зашифрованы. Я сказал вам, что клиент генерирует ключ и отправляет его попробовать. Только ли 40 битов из нее будут зашифрованы, а 88 битов будут отправлены в открытом тексте. В 99-м администрация Клинтона изменила это законодательство, которое сказало, что 40 битов в принципе достаточно, чтобы защищать банковские транзакции с населением в тех странах, куда бы экспортировались эти шифры. Когда мы посмотрим на имплементацию, Master Key будет построена таким образом, что открытые биты будут добавлены к дешифрованным ключам, к секретным ключам. для неэкспортированных шифров длина открытого текста нулевая. Понятно, то есть, возможно, не самая лучшая идея, но все-таки имеет какой-то смысл. По крайней мере, в 90-х годах это имело смысл. Давайте посмотрим на сервер Verify, то есть сервер Проверить. Это сообщение, которое мы получаем, и когда мы хотим узнать ключ. Когда мы посмотрим на спецификации, то мы узнаем, что сервер Verify это ничего другого, как посвященное число, которое клиентам отправляет в своем хилл-сообщении, и оно зашифровано к мастер-ключу. Нам известен открытый текст, и нам известен шифрованный текст. Мы также знаем, что мы использовали только 40-бит, по сути, зашифрованное. Все это означает, что, по сути, мы можем применять brute force attack, потому что не так много возможностей, не так уж много вариаций ключа. То есть, вы можете сделать на самом, по сути, ноутбуке и провернуть это за день. То есть, ничего критичного здесь нет. Позвольте мне показать, почему же это важно, почему это формирует новый Бляхенбаха Орекилл. Мы создаем новый шифрованный текст, зашифровывая ее с 40-битами и отправляем его к серверу зашифрованного дважды. В случае, если примастер-ключ был правильный, то мы идем по этому пути. И тогда у нас получается тот же самый мастер-ключ. Если же он неправильный, мастер-кейт, то мы идем по этому пути, что означает, что мастер-ключи для обеих серверов F5, они будут разные. и поскольку новый секрет генерируется для каждого нового соединения. в условии, когда все было правильно, имплементация была правильно сделана, то есть никаких ошибок мы не получили. здесь есть проблема в том, что сервер Verify ключ, который использовался при этом сообщении. Непонятно, был он действительно или недействительно. то есть когда у нас есть эти данные и те факторы, которые мы использовали в предыдущей атаке. И представьте себе множество криптографов, которые собрались в комнату с вами и просто дают себе хай-файв и как классно, что у нас как просто на все это получится. Но проблема в том, что это действительно академически это очень классная атака, но она не настолько уж и релевантна для сегодняшнего интернета. А теперь давайте посмотрим, каким образом люди используют TLS, как они его конфигурируют. Когда вы настраиваете новый сервер, используя Apache, Nginx или что-либо еще, по крайней мере, насколько я знаю, невозможно сказать, что если клиент подсоединяется по SSL версии 2, он получает такой-то ключ, а вот если он подключается по какому-то другому протоколу, SSL версии 3, он получает другой ключ, а для TLS версии 3.2 он получает другой ключ. Этого не происходит. То есть, по какому бы протоколу они подсоединились, они получают одну и ту же пару ключей. это очень важно. И что здесь очень интересно, что здесь вообще интересный вопрос был бы, использовали бы люди те же самые сертификаты для разных протоколов. То есть, есть ли люди, которые покупают сертификаты у центров сертификации и используют тот же сертификат для iMap и для POP3 и для всех других портов, тысяченных портов. И оказывается, что да. Что является проблемой, поскольку каждый смотрит на безопасную организацию HTTPS, каждый смотрит на HTTPS, но никто на самом деле не смотрит на безопасность собственно соединений iMap, SMTP и так далее. Все это приводит к тому факту, что атака Бляхербаха работает к шифровованному тексту RSA. Это является не относительно к каким-то определенному типу шифрования RSA, а по сути применимо к любому шифрованию RSA. То есть, если мы посмотрим, что у нас есть десяток систем, и все из которых используют тот же сертификат, и если хотя бы одна из этих десяти систем уязвима к оставке к атаке драун, то все эти десять серверов по сути являются также уязвимыми к атаке. Это собственно очень ясно. Когда у нас есть сервер, который разрешает основу LSSL версии 2, сервера, и использует сервер как Leichenbach Oracle over SSL version 2, чтобы это 破 то мы это только атакующий может использовать это для взлома этого сервера. в том числе и все SSL версии 3 в том числе. Что новое здесь? То, что у нас есть два сервера, которые используют тот же самый материал RSA, возможно тот же самый сертификат, извините, разный даже сертификат. Что мы видели здесь с Heartbleed? Атака Heartbleed она компрометировала ключи. Атакующий мог узнать приватно закрытый ключ сервера. То есть вам, по сути, необходимо было купить новый сертификат. Но что интересно, что многие люди покупали новый сертификат и использовали собственно при этом материал старого ключа. Или даже если использовали два разных сертификата, но при этом использовали ту же самую пару RSA. В этом случае давайте предположим, что этот сервер здесь не поддерживает SSL версии 2, то есть он не подвижен атаке DRAWN. Атакер по-прежнему может подслушивать на соединениях сервера, которые он видит здесь, и после этого сломать их соединение к вот этому серверу, который поддерживает SSL версии 2. интернет. Когда мы сканируем интернет, каким образом хосты интернета подвержены этой атаке, прежде чем мы посмотрим в это, позвольте мне сначала не показывать вам все цифры, а вот давайте посмотрим самое главное цифры по ARS и ключам. Вот по всем SMTP серверам мы собрали сертификаты TLS, а затем смотрели, где мы использовали те же публичные ключи, возможно, на другом сертификате, либо в том же сертификате, но на другом порту. То есть мы нашли, что 30% они также используют тот же самый сертификат на порту IMAP и так далее, и так далее. Что здесь действительно интересно, то, что люди похожи, что используют те же ключи для разных протоколов, что интересно. Посмотреть, например, на HTTPS. Множество серверов HTTPS были подвержены атакам, уязвимы для атак. Но никому нет никакого дела до конфигурации TLS для SMTP. и если вы не можете для SMTP, допустим, если вы не можете установить шифрованное соединение, то, по сути, он становится простое соединение, не шифрованное соединение. когда у людей есть плохое соединение TLS, SSL, и используя тот же самый ключ для HTTPS, то мы можем взломать ваше соединение, взломать ваше соединение SSL. HTTPS, используя собственно информацию, которую мы получили по взлому POP или IMAP. На 25-м порту 28% всех серверов, которые поддерживают шифрование, были подвержены атаке драун. Скажем, мы хотим атаковать конкретно определенную систему. и напрямую мы не можем атаковать, но в какой-то другой сервере на интернете используют тот же сертификат, который мы можем атаковать. Тогда получится, что получается 50, 33, 443 процента можно взломать какую-либо другую систему, которая использует ту же самую пару ключей RSA и поддерживает SSL версии 2, что собственно очень значительно мультиплицирующий эффект. Так я сказал, что драун сам по себе это не является дешевой атакой, он достаточно сложный. как мы как мы можем сделать эффективную атаку для драун, типа драун. Нам нужно сделать две в 40-й степени полных поисков и сделать это примерно тысячу раз. Две, то есть это получается где-то 2 в 50-й степени, и по сути мы берем основные части кода OpenSSL и сделали какие-то наивные имплементации, простые имплементации. И у нас получается, что для полной атаки у нас, на полную атаку у нас уйдет примерно 51 день, что собственно долговато, и нам хотелось бы получше. и затем люди из команды Hashcat. А я один из авторов этой команды Hashcat является автором вот этого атаки драун. Мы его спросили, не мог бы ли ты нам помог помочь немножко. И тогда он посмотрел на код одной ночью и значительно улучшил код. То есть получается, у нас совершенно другие цифры. Совершенно невероятно. То есть мы проверили атаку с Амазоной EC2 и где-то за цену 400, поняли, что за цену примерно в 440 долларов мы могли сломать за примерно где-то за треть часа. Теперь у нас есть практическая атака, которая работает по отношению ко многим серверам. И которая работает ко всем имплементациям SSL версии 2. Теперь у нас есть две имплементации, две ошибки имплементации в OpenSSL, которые мы сейчас рассмотрим. Первый из них Cypher Suite Selection Bug, она выглядит таким образом. Причем мы сможем понять этот баг, нам нужно понять то, что когда вы конфигурируете SSL или TLS, у вас всегда есть версия протокола, и у вас есть Cypher Suite. и когда с версиями протокола у вас еще были выпущены ряд Cypher Suite, и люди часто конфигурируют именно SSL Cypher Suite, после этого они уже десактивировали определенные порты, скажем, чтобы предотвратить атаку типа Poodle, но SSL версия 2 открыто не была десактивирована. То есть не все экспортные шифры при этом были бы запрещены. Поэтому Drawn не должен работать. То есть каким образом SSL версия 2 проводит общаться с с Cypher Suite и SSL версия 2. То есть клиент говорит, вы можете спрашивать сервер, вы можете использовать экспортные шифры? Сервер говорит, нет. Тогда попробуйте другой протокол. То есть я не могу по такому вообще с вами разговаривать. вот это тот код, который будет использован после этого, после уже Handshake, который я вам показал. Давайте предположим, что клиент не скажет окей, до свидания, что мы не можем использовать экспортные шифры. То есть если после этого клиент говорит, я все равно не буду использовать экспортные шифры, давайте посмотрим, что делает код. здесь мы получаем данные из сети. Это то сообщение, которое содержит при мастер-сети, зашифрованное при мастер-сети, это также Cypher Suite, который мы только что выбрали. Каждый Cypher Suite имеет один байт. Эта функция получит поинтер к конкретному коду. Если это было неудачно, неудачно означает, что Cypher Suite, который был выбран, не был компилирован в данную апплиментацию. если бы он является частью компиляции, то он сразу же будет использован. Что здесь происходит, когда нестандартный клиент SSL версии 2 может все равно заставить сервер использовать SSL версии 2, сервера, хотя сервер как бы конфигурация запрещена. То есть если сервер запрещено, а клиент все равно говорит, да, я понимаю, что ты не можешь использовать экспортные шифры, но все равно давай попробуем. И сервер так говорит, ну давай. То есть история выглядит так. Я использую Escape, очень плохую имплементацию скаппи. Это один из сканеров, чтобы посмотреть, сколько систем в интернете поддерживают SSL версии 2. Я нашел это огромное число серверов, которые поддерживают. Затем я использовал немножко другой скан, и совершенно мало серверов получилось. Я не мог понять, в чем же, что делали так. и тогда поняли, что SSL версии 2 просто был слишком ленивым, чтобы даже отвечать. То есть на самом деле нам повезло. Если бы у нас не было этой ошибки в реабитации, наверняка бы не нашли этот баг. Независимо от конфигурации SSL, от конфигурации вашего Cypher Suite, это так как OpenSSL. Вы можете договориться, о чем окуте с OpenSSL, если вы используете клиент, который не является стандартным. То есть это используется в драуне. Собственно, очень круто. Второе, это специальный драун. Это действительно очень особенный. Это также является ошибка имплементации. Это не именно ошибка имплементации. Мы здесь будем использовать RC2 с ключами для 28-битов, но мы также переводим практически все, кроме 40-к-битов, в внизу шифровом виде. И ошибка имплементации как раз заключается в этих открытом тексте. То есть стандартный клиент для неэкспортных шифров, которые мы здесь будем использовать, 128-битов, которые все будут заполнены этими битами, которые получились при мастер-ключе. с 16-битов премастер-секретом, был инкрипт, он будет заполнен на инкрипт премастер-секретом. Это означает, K13, K14, K15 просто уйдет. Это очень интересно, когда мы отправим 15 клиобитов. Становится очень интересно, когда мы отправим всего лишь 15 битов в открытом тексте. Тогда мы получаем серию verify, которая была зашифрована серией verify, при этом, когда мы знаем все байты, кроме одного. Ну, и, собственно, к этому можно применять brute force. И мы это будем делать пошагово. Мы отправим 15 нулевых байтов, мы ломаем шифрованный текст, в следующем шаге мы также продолжаем, но мы при этом знаем K1, который получили предыдущим на предыдущем шаге. На следующем шаге мы уже будем знать и K1, и K2 и будем узнавать K3 и так далее. В данном случае, когда мы отправляли 0 байтов, мы узнали все с K1 до K15 и нам остается лишь один байт, но это легко перебрать. для специального драуна. Для драуна для специального драуна. То есть, если обычный драун использует сложность 2 в степени 40, то в случае специального драуна, то все сводится лишь 15 соединений и примерно где-то 1920 шифровками, что можно сделать на любом Linux ноутбуке. Что здесь интересно, что этот баг был исправлен разработчикам NSSL, который даже не понимал, что он поправляет этот баг. OpenSSL did a patch and they patched this bug without knowing what it actually was. OpenSSL по сути убрал этот баг, даже не понимая, что они убирают этот баг. И никто даже в то время и не понимал, что здесь происходит. И лишь потом мы поняли, что это было очень серьезно. Объясняю я для этого вам, потому что мы, собственно, можем сканировать весь интернет на уязвимость и мы можем видеть, кто не пропатчил свой OpenSSL, при том, что патч был доступен полтора года назад. Это число интернет-узлов, которые используют какое-то шифрование и используют OpenSSL, который не патчился уже более года. когда вы сравните это с числом сервиров, которое подвержено атаке драун, вы увидите, что большинство из них это OpenSSL. То есть цифры очень похожи. Чтобы подытожить, старая версия SSL ломает сегодняшний TLS, пропатченный TLS. То есть нам ничего, по сути, сагендиалт как полностью о дезактиве SSL версии 2. В чем же проблема была в этом? Кто использовал этот драун? То есть первое было достаточно просто. То есть это криптодизайн 90-х. То есть здесь сюрприза никакого нет. Много воды утекло с тех пор. У нас есть имплементация крипто из 90-х. И ребята из OpenSSL говорят, что они никогда не смотрели, по сути, в имплементацию SSL версии 2. Что еще леется еще большее проблема, это именно те ошибки имплементации. То есть люди конфигурировали их, свои сервера SSL достаточно плохим, достаточно плохо. И вот эти экспортные 40 битов которые являются собственно и основной частью этого драуна. То есть если бы не было той клиентовской администрации, которая заставляла всех использовать экспортную конфигурацию, то не имели бы мы такие последствия вот этого драуна сегодня. Так что же делать с сегодняшним системами администратора? Во-первых, запретить использование SSL версии 2. то есть собственно никто давно уже не использует SSL. Все, что мы называем SSL часто в сегодняшних разговорах это TLS. Вот это относится к администраторам. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо, Себастьян. Есть ли у нас вопросы из аудитории? Так, у нас есть один вопрос, я думаю. Мы начнем с микрофоном. Три, пожалуйста. На самом деле у меня два вопроса. Один из них это насколько это специфично как RSA? То есть будет ли работать к шифрованию Диффи Хеллмана? И после Хартблида многие люди стали смотреть в коды OpenSSR и в том числе начались вновь фуркать. Что-нибудь изменилось к лучшему? Первый вопрос был ограничено ли это OpenSSR? Да, в какой-то мере. Мы можем если у нас есть достаточно оборудования показаться как будто мы сервер. Сложно это объяснить без слайдов, которые объясняли это. То есть прочитайте тот пейпер где конкретно описано о том как мы можем сломать Диффи Хеллмана. То есть это тоже будет не пассивная атака, это будет активная атака, в которой будет использоваться человек посередине. И ваш второй вопрос был, извините, то есть улучшилась ли ситуация с OpenSSL и другими имплементациями? Потому что люди не нравились о SSL в version 2 потому что это уже разрушено. люди делали фокус аудит и они сделали хорошую работу там. Большое что просто дезактивировали SSL в version 2 то есть мало кто работал над именно улучшением реформентации. А теперь микрофон один, пожалуйста. Когда вы говорили о том, что вам необходимо часто обновлять OpenSSL очень важно то, чтобы администраторы перестартовали свои серверы выребутили серверы потому что если это не произойдет то по сути библиотеки будут использоваться старые. Да, но при этом конечно же при этом может пострадать ваш Uptime. Вы упомянули, что есть примерно фактор 1000, который вам нужно применить к 2 степени в 40. Откуда это приходит? Откуда это получилось? Это получилось из алгоритма Блахенбахера. Когда алгоритм Блахенбахера был опубликован, то есть вам необходимо было еще отправлять где-то миллион сообщений между клиентом и сервером, что обменивается шифротекстом. Но после этого ситуация сильно изменилась, но несколько работ были опубликованы, которые значительно улучшали, оптимировали атаку, что мы ушли по сути с миллиона соединений до всего лишь нескольких тысяч. Спасибо. И следующий вопрос в микрофон один. Это параноидный вопрос. Если вы используете библиотеки OpenSSL, и когда вы дезактивируете протоколы, то есть когда вы используете Function Call говорят, вот используют такую-то версию, вообще кто-нибудь проверял, на самом деле они, как это все проходит в той имплементации, то есть можно ли гарантировать, что то, что если мы скажем, говорим в конфигурации SSL нет, не хочу использовать версии 2, не будет ли это использоваться каким-то образом? То есть OpenSSL удалил код SSL версии 2, а, но тогда мне нужно беспокоиться. То есть вы можете использовать OpenSSL, это в коду версии 2 был удален. Да, и не забудь перестартануть свой сервис, то есть на сервера сервис. Микрофон 5, в саде, пожалуйста. Да, спасибо. Мне хотелось спросить, смотрели ли вы на другие криптобиблиотеки с исключением помимо крипто OpenSSL? Большинство современных криптобиблиотек и те, которые появляются в последние годы, они вообще не делают SSL версии 2. Библиотеки Python, они никогда этого не делали. Но тот код, который, скажем, в IIS, это Microsoft Windows веб-сервер, они по-прежнему используют SSL версии 2 и подвижны тем же самым проблемам. То есть, вообще, если ваш сервер поддерживает SSL версии 2, то вы уязвены. микрофон, пожалуйста. Откуда имя Drown? Откуда это название Drown? Это хороший вопрос. Я думаю, Нимрот это была его идея, у которого посмотрели какой-то фильм, и там был какой-то агроним, который я даже не помню. Это было где-то описано в одном из публикаций. И потом это имя получило известность. Есть ли еще вопросы? в этом случае у меня есть вопрос. Обычно вы говорите «Хорошо, какой-то политик сказал, что ослабьте безопасность». Извините, я не понял. То есть, у нас есть какой-то политик, который стремится ослабить безопасность. Кто это был? А это была администрация Клинтона. Но, конечно же, любой политик хочет это делать, потому что у нас терроризм и так далее. на самом деле это дает работа многим студентам, которые пишут кандидатские и будут писать в следующие 10-15 лет о том, как сломать эти алгоритмы. микрофон 5-5. Так, микрофонов 5-5? Это вопрос? Нет. Так, есть вопрос. Нет. Вы сказали, что для серверов почты это все-таки неплохо поддерживать SSL в версии 3, несмотря на... есть такой аргумент, что SSL в версии 3 стоит все-таки использовать на серверах. Но вот так как драун это по-другому, хотя потом, несмотря на то, что вы используете TLS, соединенные, вы все-таки можете сломать их, используя извинности у вас в версии 2. вот эта самая первая атака, которая работает между протоколами. То есть, по сути, вы можете компрометировать свои ключи. Вам не нужно покупать... Вам не придется покупать новые ключи, если вы дезактивируете полностью SSL в версии 2 и остановите снова. запустите ваш сервер. А теперь, пожалуйста, давайте поаплодируем Себастьяну Шанс-Леп. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!